Сказ о дождь Боге и живет Живую воду для людей приготовили дождь Бог и живо в далеких креницах севера, севера батюшки, где давным-давно Белый остров, Белый остров наполненный силой молочной, сохранял белый горючка менял отырь, от которого восемь рек текли, восемь родников, восемь родников, что на рассвете с лучами солнечными соединялись, Со звездами утренними переплетались, дабы океан, море всех очей напиталось мудростью древней, что от дуба великого шло, от древа всех семян, где в ветвях птицы всем птицам главное жила, а в корнях великая змея всем змеям змея жила, И где все начало жизни на земле творилось и сохранялось всегда, а люди, что жили в этом крае, были бессмертными, жили они сколько хотели, А когда им приходил срок усталости от жизни, бросались они воды Великого океана. Так повествуют нам греческие повествования о Гипербореи. И известно, что край этот, белый край, описанный в Индии как Шветадрипа, Белый остров, существовал и до катастрофы, и после катастрофы, после битвы богов, он стал оплотом света и надеждой на возрождение мира. И после битвы богов, для того, чтобы пошел на земле солнечный род, воплотился на планете Та, Дождь Бог и Жива Матушка. Сомы и Вешни они питались вместе с самовилами в облачных краях, брали дожди, сплетали из дождей нити серебряные, и на этих нитях серебряных Жива Матушка наигрывала древние сказания, что потом в гусли скоморохов перешли, и наполняли они душу Вешней радостью. Потому что сомой этой молочной, молоком, питались все озера да реки на земле, ведь у этих озер, у этих рек пойдет продолжение Тарха Дождь Бога, пойдет продолжение рода солнечного, что белой силой всю землю Матушку будет питать и от тьмы Кащеевой спасать. Богиня жива владея плывет, плод благой несет, родит она сына Дождь Богова, Ория Светлого, Ория Прекрасного, и жизнь пойдет светлым потоком от светлой северной страны через Репейские горы, и будут расселяться народы солнечные по всей большой тверде Дождь Боговой. А в лучах Дождь Боговых будет двенадцать сворожичей вести племена, племена светлые, племена Ория, для того, чтобы правду в жизни утверждать, для того, чтобы сохранилось на земле понятие правды и истины. Но решила Мара Маревна погубить детей Дождь Боговых, И для этого призвала на печали, до обиды, карму и жилюки, киморы, уроки всякие разные, до жизни опасные, назвала всякую нечисть, назвала всяких крикс, для того, чтобы погубить. Времена Дождь Боговых и на далекий юг отправилась. Но прознал об этом Тарк Дождь Боговых, окружил ладушку свою живую ясную любовью обережную, Сохранил лучом своим солнечным любедушку, дал княгине своей ладью прочную, и, не сказав ни словушка, царство Кощеева отправился от царства Кощеева, Во те времена уже было темное, царство Кощеева было связано с темным миром, откуда черные змеи, мары пытались все светлое на земле поработить, да сделать так, чтобы отказались дети Дождь Боговых от отцов до пращеров своих. Идет Дождь Бог, что гром гремит, трепещет земля, реки радуются, а Марена-то испугалась, и часть нечисти выбросила из себя, и ухнула в море, И стало с той поры наполнено море, то, что ранее морем русским называлось, силою, силою серною, от коего оно и восшечься может. Стало серною водою, ядовитую для жизни, наполнило море на всю ядом, А Дождь Бог, придя к морю, свет же мой, выпил весь яд, и вода стала чистой вновь, чтобы не мешала она детям Дождь Богову. Но, выпив ядом арены, стал Дождь Бог, бессмертный Бог, первым-первым смертным царем. Стал он, слав бессмертных, Бог, царем, сохраняющим поток, вешней сварбе Бога. А живо тем временем Ория родила, и пошел от Ория царский род, наш род, славярский род, наш род, солнечный род, наш род, белый род. Все свое время могучее заповедал Дождь Бог роду солнечному, возродившись своих родных детушкой силою совести. Охранять, строжить стал он царство мертвых, чтобы не лишало его род Морена жизни и дара бессмертного. Не дал войти в Кривде, вправду, строжа у Варукаша моря, правду светлую Варукаша моря, а позднее Хвалынское море, то теперь море Каспийское. Велико добро сотворил Дождь Бог, и дал он десять заветов. Быть в любви, в одобре, в правде, Матушке, только эти заслуги божественность определяют. На земле пусть царит бесстрашие, пусть оно ведет мое светло воинство к свят победе над Кащеем Смареной. В чистоте, во здоровье и целостности пусть идет мой род сварога Батюшки, не хранит, пусть он обиды горечи, пусть не будет зла сердца солнечным, лебединую силой отмеченным, пусть мое он примет долю высшую, так я волю сам принял Всевышний. Пусть благая мысль будет лишь в уме, чтобы не взял в темных мыслях он в своей голове. Нестяжателен пусть будет он в добре моем, сохраняя в свете пламен собора божественного, не щадит себя, а служит правдой роду сварогу, народу солнечному. Кто владеет добродетелями этими, тот сможет сохранять свет мой божественный. Так заповедано белому роду правду хранить, всегда на страже правде быть, и не обижаться, не злиться, не рождать черных мыслей, а только светлые рождать, потому что все мы идем от единого солнышка Батюшки, от единой живой Матушки. И семь небес наделил дождь Бог Батюшка своими добродетелями, оставив на каждом хранителя добра божественного, его добродетеля воплощениями. Строго следовал род Ория заповедям дождь Бога. А живо Матушка, чтобы стартом вновь единой стать, вошла живою в сердце каждое. Поэтому, когда выходим на водоотворение, мы заводим правду, то есть на порог, а земля родится, славим Солнышко и Родица. Живо Родича соединяется, оживляется вся жизнь этой живой, пробуждается земля Матушка, и солнышко усиляется, наполняет солнышко землю родную, потому что в каждом сердце живо родное, в каждом сердце солнце. И нанизает время нам на веретенышко, и чем больше службу Солнышку, тем больше времени на веретенышко. И тогда, коль в владоденье мы дашь Бога, Солнце славим Тарха Великого, то и времени нам прибавляется, оживо вся усиляется, и чем больше мы Солнце родное славим, тем больше у нас в жизни счастья, порядка, здоровье да достатка. Боже, дашь божь ярила, ярила, яр ярила. Светлая сила ярила, яр ярила, Живу живи, ярила, яр ярила, Весну твари ярила, яр яр ярила, Так сведожь бой ярила, яр яр ярила, Солнечный род яр яр ярила, Ярила, Яр-Ярила, путь указуй. Ярила, Яр-Ярила, яр-Ярила. Слава Яриле! Слава Яриле! Слава дашь Богу! Слава Живе Матушке! Слава Живе Матушке! Так что, люди добрые, все мы Оричи, а то все мы знаем и про Гильгамеша, и про первых людей в индийском эпосе, все мы знаем. А кто у нас-то первый человек, у нас, у славянского рода племени? Ори и батюшка. Поэтому мы с вами все родичи, мы с вами все Оричи. Солнце, лес, лови, да нас благослови, Солнце славится, а земля радуется.